Мой хороший, мой любезненький. Ой, котик побег. Паразит малий. Побег и спрятался там в кущах. Вон он хвостиком мелькнул. Хитрый який. Хитрый який котенький. Хитрый! Мой хороший, я живу и здоровый. Все нормально, ничего не случилось, я не помер. Вот, пакет все рубить. На этом, на зубах застрял. Ой, в общем, такие дела. А, а, и, ого. Кустика все, я в такой беседке садил. Потолок стеклянный в беседке, такой потолок. Там бутылка пива. Вот то я видео делал, вот такие эти, заборчик. Так что, мои хорошие, все хорошо со мной. Я живу и здоровый. У меня все нормально. Пока тут в тву, все йде спокойно, все нормально. Есть прогресс невеликий. Поэтому я довольный, счастливый. В общем, завтра десь будем ехать. Не знаю, где. Не знаю, не знаю, куда. В общем, той, кто понимает, той понимает. В общем, кто не понимает, то и дивится рекламу по СТБ. О. Все. Так что, такие дела. Багато чего есть рассказать. Багато всего. Сегодня душила какая-то сволочь. В общем, пришла собака велика. Ну, как, душила сегодня опять. Пришла велика собака, такая величиной в пол двери. Вот такая, ну, таких галлюцинаций было. Ну, у меня сонный паралич. Кто знает, то и знает, что такой сонный паралич. Это галлюцинации в момент просыпания или в момент усыпания. И вот у меня сегодня пришла огромная собака. Вот она стояла, хекала, слюна на меня текла, а потом исчезла. Ну, такая покрутилась, побегала, побегала. Не просто исчезла, она бігать начала. Один раз приходила собака, которая рассыпалась на мышей. А другой раз так бігала, 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 бігала. Ну, еще собака до сестры приходила тоже. И она бігала, бігала, так она біжит туда-сюда. Она меньше, 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 меньше и исчезла у собак. Вот это сегодня так и было. Такая галлюцинация сегодня была. Так что, мои хорошие, мои любимые, я дуже скучаю, дуже-дуже хочется до дому. Ой, дуже хочется в сви душ, котика, до котика. Везде и всюду очень хочется, мои хорошие, мои любесники. Я вас люблю, обнимаю, целую. Жду встречи. В общем, такие дела. Все. Не буду долго, долго не могу снимать, потому что не успею загрузить просто. Вот, если, кто не обижаетесь, если я не отвечаю, если я десь не успеваю, потому что, где есть Wi-Fi, там дуже поганий Wi-Fi. А тут вот он хороший, но телефоны то забирают, то ты не можешь, даже если они у тебя в руках, ты не можешь их достать, я не в кармане. Ну, то есть вы понимаете, что это не просто так, то это все дуже серьезно. Все серьезно, ничего такого нема, чтобы были шутки. Все. Я хотел какой-то анекдот рассказать, забыл. Кратце испытал именно, что делать с волнением, когда волнуешься, что расстройство живота. У меня так и было. Волнение только убирается тем, что ты часто делаешь то, от чего волнуешься. В общем, волнение я убираю тем, что я делаю часто то, от чего я волнуюсь. То есть, если часто, я если волновался от того, чтобы выходить на сцену, у меня начиналось за две недели рвота до первой оркестровой репетиции в консерватории, не в театре, а в консерватории, в учебном здании. Я как за две недели вспоминал, что у меня сегодня через две недели оркестровой, у меня могла открыться рвота и начаться понос. Честно, так и было. Это борется только тем, что ты выходишь на сцену, выходишь, 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 выходишь. Конечно, какое-то волнение остается, но такое сумасшедшее исчезает. Потом, еще как убавляется, можно избавиться от волнения. Подумать, что вот когда ты сильно заболеваешь, а потом ты делаешь то, от чего ты волновался, и ты понимаешь, что здоровье важнее, ты перестаешь волноваться от того, что ты делаешь. То есть, когда мне надо было выходить на сцену, я волновался, а потом заболел, у меня там была проблема со щитовидкой, я так испугался за щитовидку, что я перестал волноваться за сцену. Я сказал, плевал я на все, я буду выходить как монстр на сцену и ничего. И вот с того момента, то есть, щитовидка оттудацвула, она вроде на месте, мне надо проверить там опухоль эту. А волноваться я перестал так сильно. Вот поэтому клин-клином. Если есть то же, за что ты переживаешь сильней То пропадает то волнение, которое меньше Потом волнуешься за другое Тоже так С волнением дышать глубоко надо Надо успокаиваться Она понимает, что сегодня 5 часов, а в 6 это все закончится То есть ты понимаешь, что ты все равно это проживешь Что ты никуда не денешься Что не исходность Поэтому волноваться ни за что не стоит И вообще не надо ни за что переживать Чтобы не случалось Потому что все делается для чего-то Даже если происходит что-то плохое Ну значит так надо, надо принять У меня уже было видео о том, что Не надо роптать и жаловаться Богу на жизнь Потому что Бог может показать Что такое настоящее несчастье Что такое настоящее катастрофа Что такое настоящее горе Все, мои хорошие, мои любимые Я вас люблю, целую, обнимаю Я дуже-дуже скучаю, правда Все, пока